Для масштабного климатического саммита в Баку осталось несколько месяцев. Туристическая отрасль Азербайджана приводится в полную готовность к приему участников КОП-29. В центре внимания, в частности, вопросы размещения гостей. Запущена единая система онлайн-бронирования для гостей, прибывающих в Азербайджан в рамках КОП-29. О планах по размещению иностранцев рассказали на специальной пресс-конференции, посвященной туристическим возможностям страны. Система бронирования разработана специалистами международной компании, которая выступала партнёром и предыдущих мероприятий КОП. В настоящее время в систему бронирования входят отели и гостиничные комплексы, расположенные в Баку, Сангаите и Афширонском районе. Предприниматели самостоятельно принимают решение об установлении цен на размещение. Гостям КОП-29 будут предложены номера в лучших отелях страны. Цены варьируются в зависимости от категорий заведения и номеров. Вопросы комфортабельного транспорта также в центре внимания. В период климатического саммита будет организован трансфер приезжих к месту проведения мероприятия. Запланированы дополнительные тренинги почти для тысячи волонтёров, задействованных в этой сфере. Размещение планируется в основном в Баку, Сангаите и Афширонском районе. Количество номеров может быть увеличено в зависимости от активности бронирования. Государственное агентство по туризму приступило к работе по приведению туристической отрасли в полную готовность к масштабному климатическому саммиту. Проверены сотни объектов размещения в Баку и Сангаите. Большинство из них получили звёздный рейтинг. Отелям, не прошедшим квалификацию, предоставлено время на устранение недостатков. Будет дана оценка и гостиницам, расположенным в других регионах страны. Кроме того, разрабатываются механизмы поощрения инвестиций в туризм. Фактически, стимулирование инвестиций в сферу гостеприимства уже предусмотрено действующим законодательством, и соответствующие меры реализуются госагентством по туризму. В настоящее время существует несколько механизмов стимулирования данных процессов. Дополнительные меры находятся в процессе разработки. Азербайджан сделает вставку на экотуризм, агротуризм и устойчивый туризм. Именно в этих областях, по словам представителей госагентства, страна раскроет свой потенциал в рамках проведения КОП-29. КОП-29 будет способствовать признанию истории, культуры, материального и культурного национального наследия нашей страны. Кроме того, конференция повысит осведомленность о безграничном потенциале Азербайджана в таких новых областях, как экотуризм, агротуризм и устойчивый туризм. 29-я сессия конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата пройдет в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании КОП-28, состоявшемся в Дубае. До сих пор Азербайджан принимал множество международных мероприятий и проводил их на высоком уровне. Однако, как неоднократно отмечал президент Ильхам Алиев, КОП-29 не идет ни в какое сравнение с мероприятиями, организованными до сих пор. Ожидается участие около 70-80 тысяч иностранных гостей. Субтитры создавал DimaTorzok